Вспышку ковидной инфекции в краевом роддоме просят предотвратить сотрудники учреждения. По словам медработников, в гинекологическом и родильном отделениях с конца мая зарегистрированы случаи заболевания новым вирусом. Как среди пациентов, так и среди персонала. После этой женщины 25 числа начали температури сотрудники. Одну сотрудницу отпустили прямо при мне. Мы с ней столкнулись, потому что она пришла с температурой 38. У нее подтвердился ковид. Двухсторонняя пневмония, она уже отлежала в стационаре. Сейчас, слава богу, все в порядке. Но вообще еще двое у нас лежат с двухсторонней пневмонией в стационаре. У остальных более-менее получше ситуация. То есть они на дому лечатся. В общем, восьмого числа я сдала анализ. Вот. Десятого мне позвонили, сказали, что он неположительный. Позвонила старшая сестра. Вот. Я считаю, что заразилась, конечно, даже я в роддоме, потому что я, в принципе, никуда не ходила, ничего, как бы... Ну, соблюдала более-менее меры, все маски носила в магазинах. Ну, в принципе, конечно, можно и в магазине заразиться. Но при такой обстановке, что у нас происходит в гинекологии и в роддоме, как бы, я считаю, что я заразилась либо в гинекологии, либо в роддоме. При этом некоторые сотрудники совмещают работу в двух отделениях. Но запрета на совмещение руководство медучреждения не ввело. Как и не изменился подход обеспечения сотрудников средствами защиты. Когда 25-го числа начался весь кипиш, то, что у нас поднялась температура, у меня в том числе, нас сразу и нашлись халаты, и нашлись маски, скрывающие лицо, да, прозрачные. Сразу нас все ходили на операцию и все. Я думала, что после этого случая нас всех обеспечат, точно так же будет состояние в роддоме. Потом я ухожу на больничный, гинекологию закрывают типа распотребнадзор, а по факту закрывают из-за того, что все ушли на больничный. Осталось всего два сотрудника, одна медсестра и одна санитарка. Вот, здоровые, они не ушли на больничный. Вот, и вскоре я выхожу на работу, у нас из обязательного только шапочки и обычные маски пылевые. Все. Я вышла на работу 10 числа, где-то в обед. Мы узнали, что у нас пять врачей заболело, одна сотрудница наша, Суперблока. Но если сотрудники хотят сказать, что у них не хватает средств индивидуальной защиты, они, извините, откровенно говоря, лгут. Потому что средствами индивидуальной защиты все обеспечены полностью. Если можно назвать это сизый колпак и обычная маска, в которой, да, вот полгорода ходят, и говорят, что она не помогает совершенно, то, значит, мы ходили вот в таких вот сизах. Как я считаю, что вот как у нас это все началось, нас должны были обеспечить нормальными респираторами и хотя бы вот этими шлемами, которые вот закрывают полностью лицо. Вот, я уже не говорю о костюмах. Понятно, что в костюмах мы не можем ходить, потому что у нас не ковидный центр. Но мы работаем с потенциально опасными больными. По последним данным Роспотребнадзора, в регионе зарегистрировано 166 случаев заболевания ковидной инфекцией среди медицинских работников. Один из них в роддоме. Вплоть до 11 июня и это заражение не числилось. Гинекологию ничего не сказано, к сожалению. Хотя, факт того, что я работала с этой женщиной с ковидной 19-го числа, был известен еще 22-го мая. Вот, на что даже врач-анестезиолог возмутилась. Говорит, создавайте тогда акты о том, что мы, возможно, могли быть зараженными. Вот, имели контакт с этой женщиной. На что эпидемиолог отреагировала. Пишите, куда хотите, это не мои вопросы, не мои проблемы. Руководство медучреждения с высказываниями сотрудников в корне не согласно. По мнению главного врача, свое недовольство высказывают только те сотрудники, что сами не соблюдают санитарные нормы. Это как раз пишут те сотрудники, которые были улечены в нарушениях санэпидрежима и на которые есть докладные от эпидемиолога. Понимаете? Во-первых, это наши организационные моменты. Но стопка докладных у меня есть на столе. Тот факт, что сложившаяся ситуация ставит под угрозу здоровье и сотрудников, и пациентов, признают обе стороны. Вообще, я работала с ковидной. Взяли у меня, допустим, да. Первый тест был положительный. Ой, отрицательный, господи. Вот. Должны были взять через 5-6 дней. Не было взято теста этого. Так что я считаю, что я, возможно, уже давным-давно болею, и давным-давно хожу, и распространяю это. Что по улицам, что по подъезду, по роддому, везде. Потому что вовремя ничего не делается. И опять же, если бы мы изначально работали вот в этих вот сизах нормальных, в респираторах, я считаю, что бы намного меньше сотрудников заразилось бы. Страшно ходить на работу, страшно ходить и знать, что ты можешь заразить своих близких, и что можешь передать той же роженице или ребеночку это вирусное заболевание. Страшно за девочек, которые сейчас лежат в стационаре. Что с ними будет дальше? Что будет с роженицами? У них иммунитет. Ну, то есть, понятное дело, ослабленный. И что с ними будет? Сотрудники роддома переживают, что без официального подтверждения наличия COVID-19 в стенах того же роддома, они будут лишены возможности получить дополнительные выплаты. Минздрав считает, что мы не входим в группу риска, и по 415-му постановлению правительства мы не проходим. Хотя, если почитать, там даже для непрофильных отделений предназначена выплата. 50% от зарплаты 2019 года, от 2 апреля постановления правительства. Я понимаю, что мы не профильное отделение COVID-19, я понимаю. Но исключать тот факт, что мы, как это сказать, что мы контактируем непосредственно с COVID-19 пациентами, то, что они поступают по скорой, этого нельзя исключать. И как по слухам сказали, что в министерстве сказали, что мы не первые с теми пенезаражений, поэтому нам ничего не положено. Это неправильно. Потому что у нас точно так же поступают люди просто с улицы, просто с дома. И у них может быть всё бессимптомно. Уточним, что во время подготовки материала сотрудники Краевого роддома то соглашались на съёмку, то отказывались от комментариев. Но Марина Наумова не побоялась и даже выложила пост в социальных сетях, где отметила в Рио губернатора с просьбой о помощи. Не прошло и суток с момента публикации, как в роддоме появились долгожданные средства защиты. То, что нам дали сегодня после моего поста. А это вот дали три штуки, как видите, смотрите. Вот. Ну, уже строительные, уже пускай. А анестезиологу и анестезистке дали вот такие вот штучки. Прогресс идёт, так что все жалуйтесь. Сотрудников, боящихся повторения ситуации с заражениями, как на станции скорой помощи и в краевой больнице, много. Но говорить, а тем более открыто, они боятся. Редакция МассМедианьюз глубоко убеждена, что представители руководства медучреждения, а уж тем более Министерство здравоохранения региона, не будут тратить свои силы на разборки с сотрудниками, осмелившимися бороться за свои права. А будут думать, как не допустить ещё одной вспышки COVID-19 в медучреждении. Продолжение следует...